Всем привет! Вы смотрите ролик на канале Юрганов Лайф. В этом ролике пойдет речь о молотке МОК-2 Томского завода Кузнецова от официального дилера ООО Томские технологии. Всем известен такой молоток как МОК-2. Вот в такой обычной картонной упаковке всем привычно, всем покупателям, всем потребителям такая упаковочка, картонная коробка. Но буквально несколько дней назад официальный дилер Томского завода Кузнецова ООО Томские технологии представил вашему вниманию вот такой отбойный молоток. Тоже МОК-2, но в такой пластиковой коробке. Рядом лежит обычный молоток МОК-2, но в картонной, а здесь уже пластиковый. Итак, давайте посмотрим, чем отличается, как все внутри располагается, насколько удобно и практично судить вам. Итак, смотрим. Невооруженным взглядом видно, что новая упаковочка немногим больше старой картонной коробки на какие-то сантиметры. По высоте чуть-чуть ниже и по ширине, наверное, новая упаковочка чуть-чуть побольше старой. Но возьмем рулетку и промерим. Старая 58 сантиметров длина. Высота у новой упаковки 61,5 сантиметра. Ширина старой 18 сантиметров. Ширина новой ровно 20 сантиметров. Высота старой 11,5 сантиметров. Высота новой 10,5 сантиметров. Если старую упаковку выдает наклейка на поверхности, то, что внутри лежит отбойный молоток МОК-2, то в этой упаковке она непрозрачная, серого цвета, ничего не выдает, кроме логотипа ТЗК. Томский завод Кузнецова. Итак, вскроем сейчас и посмотрим, как все располагается. А предварительно давайте перевернем. Да, кстати, замки, как я понимаю, которые в дальнейшем будут использоваться при открывании и закрывании верхней крышки. Переворачиваем и смотрим, как выглядит упаковка снизу. То есть, это получаются отдельные отсеки для каждой детали, для молотка, для концевой пружины, гайки накидной, тарельчатой. В общем, открываем и смотрим. Чтобы открыть упаковку, необходимо избавиться от этих пластиковых лент. Срезать. Их на данный момент три штучки. Скажем так, своеобразный знак заводской упаковки Томского завода Кузнецова. Оригинальный молоток МОП-2. Торжественный момент. Открываем крышку и смотрим, что внутри. Вот как выглядит это содержимое. Это отбойный молоток МОП-2 Томского завода Кузнецова. Оригинальный в новой пластиковой упаковке. Присутствует вкладыш, как и на картонной коробке о том, что это ТЗК, МОП-2, координаты завода-изготовителя. Но вы понимаете, что приобрести отбойный молоток вы можете у официального дилера ООО Томские технологии, город Томск. Сайт томскпика.рф и томскитехнологии.ру Дальше есть вкладыш о гарантии качества, как определить оригинальный молоток. Какие защиты присутствуют, чтобы определить подделку от оригинального молотка. Дальше мы наблюдаем, есть специальный отсек. Это для паспорта, для руководства. Как пользоваться отбойными молотками МОП-2, МОП-3, но также МОП-4. Но это уже другая история. Отдельный отсек под документы. Под сам молоток тоже есть, скажем так, выемка, куда он укладывается. Достаточно так, аккуратненько входит и красиво. Отсек для концевой пружины. Одна штука. Отсек для тарельчатой пружины. Тоже одна штука. Втулка резиновая. Вставляется сюда. Гайка накидная. Также сюда убирается. Так, учитывая то, что мы переворачивали коробку, ниппель у нас вылетел из своего места, но, по крайней мере, далеко он не улетел. Ничего страшного. Один небольшой момент. Чуть-чуть неудобно его доставать. Вот эти размеры под пальцы можно было сделать и крупнее. Ну, будет отвертка, можно отверткой вытащить. Отсек. Место под клапан. Пятаковый. Вот такой незамысловатый. Упаковка, видите, серая, глянцевая. На крышке имеются ребра жесткости для крепости. Как вот такие поперечные, так и сама крышка в виде, скажем так, этих стрелочек, тоже дает жесткость от того, чтобы не сломалась коробка. Упаковка. Завод-изготовитель, Томский завод Кузнецова, заявляет, что упаковка достаточно ударопрочная. Это очень хорошо. То есть, при транспортировке, когда, возможно, выпадет из рук грузчиком, коробка останется целой. Это замечательно. Вот такая коробочка получается. Дальше, как я понимаю, собрали, поработали. Молоток на место убрали, когда разобрали. Положили документы тоже на место, чтобы не потерять. И коробочку убрали уже в сторону. Аккуратненько защелкнули. Где-то что-то не дает, а все, все нормально. Защелкнулась левая, правая защелка. И взяли. Один момент, на мой взгляд, очень неудобный. Это брать руками, если ты в перчатках. Нет, скажем так, выемки, для того, чтобы можно было взять молоток. Если в перчатках, то это очень скользко. Только если будет свисать с края, там, стола, камня, я не знаю, бетонной плиты. Вот такая, ребята, упаковочка. По сравнению с той, которая была ранее. Ранее. Еще один момент, на мой взгляд, не очень такой приятный. Но, тем не менее, должен я о нем сказать. Что было бы неплохо, если бы был замок. То есть, в каком плане замок. Замок, когда мы бы ставили коробку на коробку сверху, чтобы при транспортировке эти коробки не катались. Когда мы тормозим, поворачиваем, либо ускоряемся, чтобы у нас коробка не ездила по другой коробке. То есть, можно было поставить одну на другую. Но, это, я как понимаю, дело времени. Технологи это исправят. И коробочка будет просто отличная. Но, мое заключение. На данный момент, такая упаковка самая оптимальная для магазинов, для витрины. Кстати, вот клапан уже выпал, пока я переворачивал для витрин в магазинах, где можно было в упаковке выставить, скажем так, этот молоток на витрину. И покупатели потенциальные могли все это увидеть, лицезреть, из чего состоит, как состоит. И могли сделать свой выбор в пользу Томского завода Кузнецова. Но, а лучше, скажем так, даже по-другому, могли приобрести у официального дилера ООО Томской технологии, город Томск. Обращайтесь, покупайте, не пожалеете. Координаты у вас на экране. А с вами был Иван, канал Юрганов Лайф. Ребята, пишите ваши комментарии об увиденном. Насколько будет практична эта упаковка, востребованная покупателем. Нравится она вам или нет, чтобы вы добавили. Обязательно пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал Юрганов Лайф и ставьте лайки. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok